Это шестиэтажное здание мало того, что было возведено без каких-либо разрешительных документов, плюс ко всему застройщик нарушил все правила по соблюдению границ участка. А тем временем объект находится прямо по соседству со взлетной полосой Сочинского аэропорта. Решение о сносе суд вынес еще в 2015 году. Однако за это время застройщик к демонтажу не приступил. Теперь этим займется подрядная организация за счет собственных средств. Договор с ней заключила администрация города. Стоимость работ около 20 миллионов рублей. Демонтаж планируется завершить до декабря. Сроки затягиваются не только из-за сложного расположения объекта. Сначала разбор постройки останавливали на время курортного сезона. Но и сейчас, так как объект находится посреди жилого сектора, сносить стены круглосуточно невозможно. Этот дом построен с отступом от границ участка метр, полметра иногда практически идет. Поэтому когда у нас производится снос, все равно какая-то пыль, какие-то остатки щебня, они разлетаются по сторонам. Поэтому все это приходится делать очень аккуратно, медленно. И это, в свою очередь, на сроки влияет сносом. Эти самострои в Адлерском районе также подлежат сносу. И вновь повторение истории. Решение суда есть, но застройщик исполнять его добровольно и за свой счет отказывается. Что вполне предсказуемо. По словам экспертов, стоимость сноса здания практически равна стоимости возведения. Именно поэтому вся работа ложится на подрядные организации, которые далее также по суду взыщут затраченные средства с нарушителя. Также важно отметить, что согласно новым поправкам в законодательстве, факты незаконного строительства должен выявлять специальный орган. Теперь уполномоченным органом по выявлению объектов самовольного строительства, там, где не требуется разрешение на строительство, это ИЖС, садоводчество, садоводческие товарищества, является органом уполномоченного решения Государственного строительного надзора. Теперь к их полномочиям отнесено выявление указанных объектов. И в случае, если они такой объект выявляют, они обязаны отправить выдамление в орган местного самоправления о выявлении самовольной постройки. На сегодняшний день только в Адлерском районе вынесено сразу 9 решений суда о сносе незаконных объектов. Все они вступили в силу и были поддержаны Краевой апелляционной инстанцией. Подобная работа ведется во всех районах Сочи.